С главными событиями к этому часу в студии Оксана Ульяновская. На минувшей неделе в регионе завершилось празднование Дня Оленя. Профессиональный праздник оленеводов и чум работницы отметили в хозяйствах округа и Нарьинмара. В столице региона поздравили и наградили памятными подарками ветеранов оленеводства, чья трудовая жизнь была связана с ведущей отраслью окружного сельского хозяйства. В колхозе Нарьянты животные находятся на попечении пастухов Николая Нагатысия, Митрофана Вакуева, Владимира Родчева. Это выпуск новостей, который шёл по центральному телевидению Советского Союза. Слава оленеводческих хозяйств Ненецкого округа гремела на всю страну. Регион был одним из главных оленеводческих районов СССР. На начало 1973 года в стадах округа насчитывалось порядка 180 тысяч голов. В округе работало два оленеводческих совхоза и восемь колхозов. В одном из них трудился Валентин Румянцев. Русский по национальности он в 1945 году был принят в пастухи из-за нехватки кадров. Там сложено тем, что там было очень много волков в то время войны. Но вот и приходилось. Со мной работала Владия Петровна Бокуева пастухом и её сестра. Ну и вот и войне тоже, как и мужчины, на лыжах целые сутки, кругом стада, кричать надо. Если нужно, ракетницей стреляют, значит, а стаи волков по 12 штук бывали такие. Поэтому, значит, а тогда строго было, за каждое время спрашивали серьёзно. Валентин Евстафьевич всё ещё помнит Коми и Ненецкий – языки оленеводов. Те непродолжительные четыре года стали первыми шагами в сфере сельского хозяйства. После оленеводства бывший пастух 12 лет работал заведующим сельхозаделом окружного комитета партии. За трудовую жизнь, направленную на развитие оленеводческой отрасли, Валентина Евстафьевича ежегодно поздравляют в праздник День оленя. Среди поздравляемых – оленеводы, чумработницы, руководители предприятий и ветеринары. Вместе с тружениками тундры они зимой и летом следили за здоровьем оленей. Валентина Канева вместе с мужем в этой сфере работала 30 лет. Ездила по стойбищам проводить вакцинацию поголовья. С оленями нам пришлось общаться, прививки делать с собакам, оленям, сибирскую язву, противоводовые обработки, лечение. В общем, муж-то очень часто, даже когда я родила, он два месяца не видел ребёнка, а это находился в садах. Так что работа тяжёлая, конечно. Чтобы ветераны оленеводства жили достойно, а молодёжь шла в отрасль, в регионе действуют различные программы поддержки, в том числе обучение родному языку, традиционным ремёслам, предоставление возможностей выезжать на фестивали и конкурсы в другие регионы, а также предоставление грантов семейно-родовым общинам и начинающим предпринимателям.